здравствуйте зрители здравствуйте подписчики samsung жидкокристаллический как вы давно просите не включается говорят что был даже запах открываем смотрим вы какой язык учили я английский модель л и 32 си 530 f1 w x у и 120 ватт сделано в россии открываю а в этих телевизорах и показывать да нечего смотрите синяя плата и коричневая плата ох так он еще на лампах тут еще инвертор стоит не включается может быть нам повезло и просто неисправен блок питания сейчас проблемы с электросетями в украине а предохранитель то в обрыве никак стрелка не отклоняется здесь пробежала какая-то чупакабра и выгрызла деталь может быть в телевизоре живут мыши может это причина выхода из строя предохранителя это конденсатор интересно может быть в момент сгорания этого конденсатора и оборвался предохранитель и таки спас схему от разрушения и выхода из строя это диод это транзистор транзистор вышел из строя 13 н м 60 н это 13 ампер 600 вольт вот такой мощный полевик где же его взять у меня по моему такие мощные давно и кончились ну ладно пробой по всем переходам ну не мудрено потому что вот эта емкость замкнула стрельнула а лучше бы конечно схемку вам показать но не знаю найду или нет я его могу и без схемы сделать предполагая определенные моменты ну поищу дома если найду то посмотрим еще и по схеме маркировка блока питания 2010 год серия приборов для любознательных для радиолюбителей для школьников для студентов и просто интересующихся различными технологиями и измерениями фирма живидей ссылки в описании под роликом нет кое-что у меня еще есть 12 н 60 н z infineon я думаю что они подойдут устанавливаю посмотрим с большим увеличением на экране нового микроскопа вот следы остатки конденсатора так вот если бы здесь стоял нормальный конденсатор фирмы sony например то наверно блок питания и не вышел бы со строя а так получается дешевенькие конденсаторы ну и так 10 лет прослужил причина выхода из строя блока питания выход из строя вот этого конденсатора степи 814 вышел главный ключевой транзистор системы pfc пока неизвестно вышла из строя микросхема фан 7530 или нет но транзистор вышел из строя в нашем случае маркировка 13 н м 60 м 13 ампер 600 вольт а вот идиот на радиаторе параллельно которому стоит конденсатор на вот этой типовой схеме он даже не указан и проанализировал другие схемы данного устройства я пришел к выводу что там достаточно 100 пикофарад 1000 вольт а можно его и не ставить вообще нам надо убедиться что на выходе на затворе микросхема не закорочена не короткое замыкание и по питанию нет короткого замыкания до примерно можно подумать что она рабочая и заменить транзистор заменить конденсатор а вот фан 7930 похожая схема похожее включение вот этот диод если хотите узнать больше читайте pfc набирайте в интернете и ищите я не буду углубляться честно вам скажу я достаточно подробно не знаю работу этой накачивающей системы да и мне особо это и не нужно потому что как правило ремонт очень далек от теории но обратите внимание здесь транзистор 20 ампер 600 вольт 20 м 60 не мало ли будет того транзистора что я подбираю из своих попробую повторяю если вы наберете английскими буквами pfc вы найдете очень много интересной информации и теории и роликов на ютубе я думаю авторы там до сад я думаю авторы там достаточно подробно рассказывают и я не буду заниматься этой темой после кого-то выпаивают транзистор и прозваниваю ножки микросхемы если пробоя на ее ножках нет интуиция таки подсказывает тогда мне что она исправна и я просто меняют транзистор кстати вот видно вам или нет такие явно заметные кольцевые трещины и стоит посмотреть везде вокруг чтобы больше не было никаких вопросов качество контактов на плате можно конечно же в бинокуляры рассматривать очки с большими диоптриями одевать можно использовать микроскоп во многих роликах я говорю и возможно даже повторяюсь в данном случае инспекция с помощью микроскопа контакты на микросхемах на всех тех элементах которые стоят на радиаторе они все равно очень сильно могут греться и контакты могут ухудшаться тем более припои всякие бессвинцовые они со временем становятся вот такими рыхлыми поэтому нужно в эти точки в первую очередь смотреть и я на многих таких выводах замечаю уже образование кольцевых трещин стоит пропаять не забывайте про заряженные конденсаторы большой емкости которые перед этим лучше разрядить и естественно стараться не замыкать соседние ножки при пропайке потому что а почему разряжать а потому что у вас сетевая банка например там заряжена до 300 вольт и больше и вы ножку микросхемы на которую приходит это напряжение коротнули на соседнюю низковольтную и получите очень хороший эффект выхода из строя микросхемы а скажите я же ничего не сделал я только пропаял ножки вот этот процесс при пропайке нужно четко понимать и контролировать центральная ножка транзистора у нас там с металлической вставкой поэтому для удобства выпаиваем выводы те которые без металлической вставки и вот результат вот этот вот результат выпаивания с маленьким паяльником и с олово отсосом будет плохой я вам сейчас специально это показываю либо нужно за несколько раз это делать потому что не прижимается широкая трубка нормально к маленькому жалу либо нужно жало ставить большое в данный момент но кто-то там его будет переставлять а еще если это без свинцовый припой температуру надо повышать и давайте попробуем немножко и давайте попробуем немножко центральный вывод освободить но я бы лучше взял вот тот запорожский паяльник на 40 ватт я бы уже выпаял бы этот транзистор не за не за 10 раз а за один раз его выпаял макаю я в канифоль друзья вот кто-то любит флюса я до сих пор люблю канифоль теперь я его откручиваю с этой стороны и теперь я возьму его пальцами перевернул с большим паяльником таких приключений не надо ну я и маленьким выпаял все выпаял но может быть он исправен нужно его прозвонить тестером или поставить в м тестер и вот теперь выпаял закороченный транзистор нужно относительно корпуса прозвонить микросхему если какой-то из важных выводов смотрите схему замкнут на корпус значит и микросхему тоже надо менять левая у нас затвор становимся туда минусовым щупом плюсовым сток и сток и что мы видим что мы видим а а мы видим короткое замыкание по всем переходам вот такой универсальный тестер тл4 м пожалуйста новый транзистор завода совсем немножко пасты я нанесу немножко больше формируем вывод средний транзистора завел в отверстие винтик вставляю закрепляю закрепляю и буду впаивать смотрите чтобы смотрите чтобы винт смотрите чтобы винт шоу без перекоса по резьбе а то бывает что под наклоном может пойти так затягиваем а теперь переворачиваю и могу запаять вот они вот они выводы транзистора вышли лишние надо обкусить а можно и не обкусывать и как во всех предыдущих случаях подвожу припой прогреваю а сюда пойдет чуть больше потому что пистончик насосет готова выпаиваю ножки сгоревшего конденсатора в буквальном смысле сгорел на работе и запаиваю новый есть у меня вот такие 220 пикофарад 5 киловольт с таким хорошим запасом никогда не подводили вот его я и поставлю давайте глянем на м тестере ну вот 209 пикофарад я вам сказал что микросхему можно проверить когда вы выпаяли неисправный закороченный транзистор и сам забыл это сделать впаял уже новый но и сейчас это не проблема становимся на сетевую банку на килоомах что видим порядка 4 килоом от 0 до 10 4 шкала сверху значит у нас все хорошо с транзистором становимся и это все равно если мы плюсовым щупом станем в данном случае на центральную ножку транзистора как они называются читайте книжки так полевой транзистор навожу а теперь таким же макаром начиная от первой ножки получаем 4 килоома 2 ножка 4 килоома 3 ножка 4 килоома 4 ножка 4 ножка 4 ножка корпус 0 килоом 5 ножка ну она соединена с корпусом по моему там через резистор не помню 7 ножка 7 ножка 3 килоома 8 ножка 3 с половиной килоома все на ней короткого замыкания нет это конечно не стопроцентная уверенность при такой проверке но практика показывает что очень часто таких измерений достаточно меняю предохранитель 5 ампер здесь устанавливаю телевизор и включаем настало время включить в розетку включаю работает работает друзья экран светится сейчас мы его прогреем пусть полежит потрогаю нагрев того даже сейчас вот выключу выключу и пальчиками так вот попробую да абсолютно все классно включаю сеть опять и пусть работает вот на этом ремонт и закончен друзья в данном случае но это такой хороший ремонт в общем то интуиция мастеру должна подсказывать что и к чему и его опыт спасибо за внимание спасибо за то что смотрите мои ролики поддерживаете мой канал подписывайтесь кто не подписался ждите следующих роликов до свидания 20 минут прогрева выключил телевизор мне же интересно насколько греется этот диод этот транзистор ну транзистор градусов 30 35 радиатор холодный диодный мост так микросхемка вот микросхема теплее теплее чем вот этот радиатор я думаю хороший транзистор и будет работать хорошо вот друзья телевизор заработал прогреваю его еще погоняю спешить не надо завтра позвоню и скажу пусть забирают помысл и 訂閱 и , , , , , ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.